дом семья дети это идеальный набор для среднестатистического человека но чего же не хватает в этом списке правильно работы человек никогда не застрахован от увольнения и в особенности это касается футбола меня зовут александр пузик вы на канале футбол юа и в новом видео мы поговорим о пяти лучших тренерах современности которые в данный момент находятся без работы поехали пятое место и это бывший главный тренер донецкого шахтера паулу фонсека фонсека уроженец мазамбика он заработал репутацию современного прогрессивного тренера именно во время своего пребывания в донецком шахтере в украине ему удалось поставить горнякам атакующий футбол и при его руководстве команда очень здорово выступала в европе именно за эти успехи он получил работу в италии а именно в роме при фонсеке джелороси финишировали на пятом и седьмом месте и оставались без лиги чемпионов за такие результаты паулу уволили и ныне он находится без работы многие слухи отправляли его тоттенхэм и ньюкасл но эти клубы уже обзавелись новыми менеджерами а паулу до сих пор остается без работы на четвертом месте в нашем списке располагается люсьен фавр фавр остается без работы с тех пор как покинул пост главного тренера дортманской боруссии в прошлом сезоне исключительные управленческие навыки в боруссии из мюнхенгладбаха и ниццы привели к тому что швейцарский специалист присоединился к дортмунду в надежде воспитать потрясающую молодежь которая имелась в стане шмелей также именно фавр был призван восстановить имидж боруссии как команды достойной бороться за чемпионство с баварией и высокие места в еврокубках именно фавр можно приписать быстрое развитие джейдена санчо и джованни рейны да у фавра было много провалов но в конечном итоге в отставку его отправила не руководство боруссии а мюнхенская бавария которая в очередной раз лишила боруссию шансов на чемпионство дальше нашем списке располагается рональд куман нидерландец рональд куман осуществил свою мечту и получил барселоне должность став ее главным тренером однако рональд попал в аугранус самый кризисный момент за последние десятилетия все сложилось одно к одному финансовый кризис уход лео месси регресс многих футболистов в этих условиях куман не мог давать результат и конечно же с этим не могло мириться руководство все это привело к увольнению энтренадора и дальнейшему назначению хави второе место и это снова бывший главный тренер барселоны но на этот раз эрнесто вальверде именно в эпоху вальверде в барселоне было несколько очень сомнительных трансферов в первую очередь речь о филиппе каутиньо и антуане гризмане за которых были уплачены сумасшедшие деньги но в конечном итоге они принесли клубу очень мало пользы при вальверде барса выигрывала ла лигу и кубок испании два года подряд но в конечном итоге эрнесто утратил контроль над раздевалкой и команда начала регрессировать но хорошие результаты в испании сменялись отвратительной игрой в лиге чемпионов тем не менее в целом за последнее время это был одним из самых успешных тренеров барселоны но вальверда не был той фигурой которая могла быть способной вернуть каталонскую машину на передовые места в мировом футболе вывод таков что вальверда не подходит для элитных клубов но все еще может управлять командами задачи которых не столь космические первое место это один из самых успешных тренеров последних лет зинадин зидан как же мы привыкли видеть как зинадин зидан поднимает трофей над головой в качестве тренера и поэтому очень удивительно что француз до сих пор остается без работы за время своего удивительного путешествия с мадридским кубом он выиграл два титула ла лиги три лиги чемпионов подряд а также множество супер кубков и клубных кубков мира это трофей о котором могли многие мечтать на протяжении всей карьеры а зинадину удалось это сделать за несколько лет француз покинул барнабео неоднозначно заявив что мадрид недостаточно в него верит но конечно же понятно что зидан не закончил карьеру я ухожу но я не прыгаю за борт я не устал от тренировок именно эти слова произнес 48-летний зинадин зидан дав вот такой сигнал о своем намерении продолжить работу в будущем когда зинадин вернется в тренерское кресло это лишь вопрос времени а нам остается просто ждать когда тот или иной топ клуб останется без менеджера на этом наш топ подошел концу пишите в комментариях какой из тренеров по вашему мнению первым получит работу спасибо за просмотр обязательно ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал если вы еще не успели этого сделать всем пока я за хаскевича забыл хацкевич михайленко бессонов заваров блохин да да а а а а а а а